Созданию комфортной и доступной среды для маломобильных групп населения в городах в последнее время уделяется много внимания. Повсеместно устанавливаются пандусы, занижается бордюрный камень, а также укладывается тактильная плитка для слабовидящих. В Ленинском городском округе работы проводятся в рамках областной программы «Доступная среда», которая реализуется в Подмосковье уже пятый год. Работы проводятся и будут проводиться на 111 объектов на всей территории. Около 46 объектов будут оснащены тактильной плиткой. На всех оставшихся будет понижен бортовой камень и проведена работа по восстановлению асфальтобетонного покрытия. 75% адресов предоставила администрация муниципалитета. Остальные были включены по результатам обработки обращения на портал «Добродел». Предварительно соц. отдел администрации проводил работу с инвалидами, после чего нам были направлены списки с адресами. Перечнем и видами работ, которые надо произвести на объектах. На данный момент уже выполнилось 70% плана. Заниженный бордюрный камень и тактильная плитка появились на основных улицах города. Сейчас подрядная организация устанавливает тактильную плитку на проспекте Ленинского комсомола у жилых домов. Жители положительно относятся к новшествам. Мне нравится. Нормально все делают. Где что-то сломают, подделывают. Это замечательно. То, что несет удобство людям. Все приветствуется. Кстати, впервые тактильная плитка появилась в Японии в городе Акаяма в 1967 году. С тех пор во многих странах она используется для создания доступной среды для слабовидящих жителей. Перед пешеходными переходами, как правило, устанавливают плитку с продольными насечками, указывающими направление. На остановках – предупреждающую плитку с круглыми насечками. Все работы в Ленинском городском округе планируется закончить до 10 ноября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.